Здравствуйте! Зовут меня Тамара Викторовна. И сегодня мы проведем первый урок по сложению и вычитанию дробей с разными знаменателями. Для начала давайте вспомним то, что было пройдено с нами в пятом классе. Первый пример говорит о том, что единица минус одна третья, единица минус одна третья, и нам нужно вспомнить, как это посчитать. Для начала давайте вспомним, что любую единицу можно представить как 2 вторых, 3 третьих, 4 четвертых, 5 пятых и дальше так, как нам удобно. Но мы видим в нашем случае, мы будем отнимать 1 третью, поэтому естественно, что мы представим единицу как 3 третьих. 3 третьих, отнимаем 1 третью и получаем 2 третьих. Следующий пример. Предположим, нам нужно отнять не от единицы, а от пятерки. От пятерки мы отнимем 2 третьих. Для того, чтобы выполнить вычитание, мы должны у пятерки занять единичку. Обычно ставится над ней точка. Итак, от пятерки отняли единичку, мы получили четверку. Но оставшуюся единичку мы представляем так, как нам будет удобно. В знаменателе стоит число 3, поэтому оставшуюся единичку мы записываем как 3 третьих. Получаем 4 целых 3 третьих. Отнимаем 2 третьих. Получаем 4 целых 1 третья. Третий пример. Наконец, мы дошли до того, чем мы конкретно сегодня будем заниматься. Значит, на самом деле существует несколько способов сложения дробей, в зависимости от того, к какому типу мы их отнесем. Например, 1, 1, 2, прибавить 1 третью. Первое, на что мы обращаем внимание, это на знаменатели. Знаменатели разные. Знаменатели не делятся одно на другое. Значит, это взаимно простые числа. Поэтому, естественно, что мы первую дробь домножим на 3, вторую на 2. То есть, как бы получился крестик. Первую дробь домножаем на знаменатель 2, вторую дробь домножаем на знаменатель 1. Значит, получаем 3 шестых. То есть, мы умножаем все на 3, прибавляем 2 шестых. И результат у нас 5 шестых. И еще один пример на эту тему. 1 третья, прибавляем 1 седьмую. Значит, мы уже с вами знаем, что мы умножаем крестиком. Но для начала мы проверим, делится ли 7 на 3 или 3 на 7 и будут ли они взаимно простые. Да, они взаимно простые. Поэтому сюда дополнительный множитель 7, сюда 3. И мы получаем 7 двадцать первых. Прибавляем 3 двадцать первых. И получается 10 двадцать первых. Четвертый пример. Предположим, что наши знаменатели делятся один на другой. То есть, второй тип примеров, которые вообще встречаются. Итак, 1 шестая, прибавить 1 третью. Мы проверили, 6 делится на 3. И отвечаем на вопрос. Да, делится. Сколько получается? Получается 2. Значит, мы вторую дробь домножаем на 2. И получаем 1 шестая, прибавить 2 шестых, то есть ответ 3 шестых. И естественно, получившуюся дробь нужно сократить. Значит, в этом случае мы получаем 1 вторая. Пятый пример. Предположим, это относится у нас к третьему типу задач. Итак, предположим, что нам надо сложить дробь 1 шестую и 1 четвертую. В этом случае поступаем следующим образом. Вспоминаем, что 6 и 4 это числа составные. И вспомним, на что оно раскладывается. 6 это 2 умножить на 3, а 4 это 2 умножить на 2. Значит, вычеркиваем то, что у нас одинаково. В данном случае это двойки. Дальше поступаем так же, как перед этим. Умножаем. Домножаем крестиком. Первую дробь на 2, вторую на 3. Далее, что мы получаем? Получаем 2 двенадцатых, прибавляем 3 двенадцатых и того результат 5 двенадцатых. Значит, для того, чтобы лучше понять, рассмотрим еще один пример на эту тему. 1 двадцать четвертая, прибавляем 5 двенадцатых, равняется. Поступим аналогично предыдущему способу. Двадцать четыре, это 6 умножить на 4. Восемнадцать, это 6 умножить на 3. Шестерки зачеркиваем, они нам не понадобятся в дальнейшей работе. Но первую дробь умножаем на 3, вторую на 4. Далее, все происходит точно так же, как и в предыдущем случае. Домножаем на 3, получаем 3 семьдесят вторых. Прибавляем 20 семьдесят вторых. Получаем 23 семьдесят вторых. Ну, а теперь рассмотрим случай, когда в обоих числах есть целые части. Итак, номер шестой. Одна целая, одна четвертая, прибавляем 2 целых, одна третья. Рассматриваем сначала знаменатели этих чисел. 4 и 3, числа взаимно простые. 4 не делится на 3, 3 не делится на 4. На составные части расложить это невозможно. Поэтому первую дробь умножаем на 3, вторую на 4. Получаем 1 целую, 3 двенадцатых. Прибавляем 2 целых, 4 двенадцатых. Далее, так как мы уже умеем складывать целые части и дробные, мы получаем 3 целых, 7 двенадцатых. Седьмой пример. Просмотрим разность двух чисел. Одна целая, одна пятая, отнимаем одну четвертую. Вспоминаем, что числа тоже взаимно простые. 5 и 4. 5 не делится на 4, 4 не делится на 5. 5 даже не составное число, поэтому здесь аналогично кресту на 4 и на 5 мы домножаем. Получаем 1 целая, 4 двадцатых. Отнимаем 5 двадцатых. И видим, что от 4 5 отнять нельзя. Занимаем единицу. Что значит заняли единицу? Значит, единицу представили как 20 двадцатых. Значит, в этом случае мы запишем следующим образом. 20 прибавить 4 двадцатых. Что мы сделали? Мы к 20 двадцатым прибавили 4 двадцатых. Получили такую запись. И отнимем 5 двадцатых. Мы видим, что здесь получается 24 двадцатых. Отнимаем 5 двадцатых. Итого получаем 19 двадцатых. Следующий пример. Восьмой. 1 целая, 1 пятая. Отнимаем 2 целых 1 трети. Значит, тоже числа взаимно простые. Поэтому первое число мы домножаем на 3, второе на 5. Получаем 1 целая, 3 пятнадцатых. Отнимаем 2 целых 5 пятнадцатых. Дальше мы переходим к материалу уже 6 класса, 2 полугодия. Это числа с разными знаками. Значит, для того, чтобы выполнить сложение чисел с разными знаками, нужно поставить знак минус. И от большего модуля, а больший модуль 2 целых 5 пятнадцатых, отнять меньший модуль 1 целая 3 пятнадцатых. 2 целых 5 пятнадцатых. Отнимаем 1 целую 3 пятнадцатых. Получаем минус 1 целая 2 пятнадцатых. Следующий пример. Задание номер 9. Это будет совсем простое задание. Итак, 2 третих мы отнимем 4. Мы видим, что у второго числа нет целой части. Значит, ее необходимо сделать. Каким образом? Мы уже знаем, надо занять единичку. Итак, 2 третих. Отнимаем 3 целых. Вот эту единичку представляем как 3 третих. Получаем числа с разными знаками. У большего модуля знак минус. Ставим знак минус. И от 3 целых 3 третих отнимаем 2 третих. Это довольно легко. Ставим знак минус. И получаем ответ 3 целых 1 третих. Следующий пример. Номер 10. 1 целая 1 восьмая отнимаем 3 целых 1 девятая. Получаем. Просто-напросто мы первую дробь домножаем на 9, а вторую на 8. Получаем. 1 целая 9 семьдесят вторых. Отнимаем 3 целых 8 семьдесят вторых. И тут мы видим, что это числа с разными знаками. Ставим общий знак минус. И затем от большего модуля отнимаем меньший. То есть 3 целых 8 семьдесят вторых. Отнимаем 1 целую 9 семьдесят вторых. Давайте спросим себя. От тройки единица отнимается? Конечно, да. А от восьмёрки девятка? Нет. Занимаем единицу. Получаем. Минус. Скобка открывается. Вместо тройки мы уже пишем двойку. Две целых. Далее складываем оставшуюся единицу, которую мы представили в виде 72 семьдесят вторых, с восьмёрочкой. То есть числитель и дроби будет 72 плюс 8 семьдесят вторых. Отнимаем 1 целую девять семьдесят вторых. Получаем. Минус. Скобка открывается. Две целых. Семьдесят два плюс восемь. Это восемьдесят семьдесят вторых. Отнимаем 1 целую девять семьдесят вторых. Получаем минус 1 целая семьдесят одна семьдесят вторых. Следующий пример. Номер одиннадцать. 5 целых четыре пятнадцатых. Отнимаем 6 целых семь двенадцатых. Это пример, когда в знаменателях дроби стоят составные числа. Далее поступаем точно так же, как в предыдущем случае. Пятнадцать это три умножить на пять. Двенадцать это три умножить на четыре. Тройки нам не нужны. Первую дробь домножаем на четыре. А вторую на пять. Получаем. Пять целых шестнадцать шестидесятых. Отнимаем. Шесть целых тридцать пять шестидесятых. И опять мы видим, что от меньшего числа отнимается большее. Ставим равно. И опять проговариваем правила. Итак, чтобы сложить два числа с разными знаками, надо от большего модуля отнять меньший и поставить знак большего модуля. У большего модуля знак минус, поэтому минус шесть целых тридцать пять шестидесятых. Отнимаем пять целых шестнадцать шестидесятых. Получаем. Минус одна целая. Ну и наконец тридцать пять отнять шестнадцать. Это девятнадцать шестидесятых. Номер двенадцать. Три целых две девятых. Отнимаем четыре целых. Одна пятнадцатая. Это также составные числа. У них есть общие множители. Девять это три умножить на три. Пятнадцать это три умножить на пять. Тройки зачеркиваем. Первую дробь умножаем на пять. А вторую на три. Получаем. Три целых десять сорок пятых. Отнимаем четыре целых три сорок пятых. И опять наше правило. На этот раз я его уже проговаривать не буду. Итак, минус скобка открывается. Четыре целых три сорок пятых. Отнимаем три целых десять сорок пятых. Занимаем единицу. Тоже уже не проговариваю. Вы уже знаете этот прием. Итак, получаем три целых сорок восемь сорок пятых. Отнимаем три целых десять сорок пятых. И получаем минус... От сорока восемь не отнимаем десять. Получаем тридцать восемь сорок пятых. И, наконец, последнее задание номер тринадцать. Минус три целых две девятых. Отнимаем четыре целых одну пятнадцатую. Равняется. Чтобы сложить два числа со знаком минус, мы ставим общий знак минус. И модуль этих чисел складываем. Три целых две девятых. Так, прибавляем четыре целых одну пятнадцатую. Обратите внимание, что я не выполнила действия, которые мы привыкли сделать сразу. То есть сразу не разложила на общий множитель. Я просто хочу показать еще один способ. Или один из вариантов способа. Ну и теперь все как обычно. Три умножить на три. Пять умножить на три. Первую дробь домножаем на пять. Вторую на три. Получаем. Равно. Минус. Скобка открывается. Три целых десять сорок пятых. Прибавляем четыре целых три сорок пятых. Получаем минус. И складываем эти числа. Три целых десять сорок пятых плюс четыре целых три сорок пятых. Это семь целых тринадцать сорок пятых. Ну, надеюсь, вам было понятно. Если у вас возникают какие-то вопросы, то вы, конечно, еще раз можете просмотреть этот видеоурок. Напоминаю, что для того, чтобы успешно обладать темой, недостаточно прослушать только лекцию, а необходимо еще очень много прорешать изучение. Спасибо за внимание.